Горло разболелось настолько, что я не мог нормально спать ночью, но еще больше напугал необычный характер боли. Было ощущение, что в горле возник какой-то нарыв. Еле дотерпев до утра, побежал в больницу Страденя, чтобы проконсультироваться со специалистом. В регистрации меня предупредили, что услуга может быть платной в районе 15-20 латов. Сперва меня принял один специалист, который направил на анализы рентген и на прием к лору. Лор же после осмотра сообщил, что у меня вирус и прописал ибуметин, таблетки от желудка и спрей для горла. Анализы ничего плохого не выявили, поэтому спустя 4 часа хождения по больнице меня выписали. На кассе уже ждал счет 49 латов и 21 сантим. Сумма складывается из анализов и рентгена, это почти 20 латов, и консультаций двух специалистов, по 15 латов за каждого. Ко всему прочему, выписанные медикаменты, обезболивающие таблетки для желудка и спрей для горла мне так и не помогли. Поэтому я самостоятельно решил начать принимать антибиотики, стало легче. Семейный врач, к которому я обратился, всего за один лат проверил мое горло. Она отметила, что, возможно, изначальной причиной возникновения боли в горле и был вирус, но потом боль усугубилась инфекцией. Поэтому прием антибиотиков оказался верным решением. Мы решили выяснить, как образовалась цена почти в 50 латов в Страдене и можно ли избежать такого болезненного счета. Сперва отправили запрос с требованием разъяснений в больницу Страденя и министру здравоохранения. Также обратились в отраслевую инспекцию. Там меня выслушали специалисты, попросили написать заявление. Ответ будет только через месяц. Если у пациента какие-то сомнения насчет работы, качества врача или медицинского персонала, насчет оплаты, если у пациента запрашиваете какие-то необоснованные или непонятные платы, тогда тоже можно звонить, консультироваться или писать заявление. Но в принципе инспекция призывает пробовать решать проблемы на месте с руководством лечебного учреждения. Конечно, сначала мы призываем пациентов пробовать эти проблемы решить на месте. Это уже с руководительством лечебного учреждения. Но если проблема не решается, тогда всегда пациент может звонить нам или идти, прийти к нам, проконсультироваться. Обычно из подаваемых в инспекцию заявлений подтверждается только 20%. В прошлом году за выявленные во время экспертиз нарушения административные денежные штрафы были применены к 264 медикам в объеме 18 036 латов. Все же в инспекции посоветовали полученный счет оплатить. В случае, если нарушение не подтвердится, с меня не возьмут штрафные пени. А если подтвердится, деньги вернут. Я обратился к министру здравоохранения Ингриде Цирцина. Оказалось, чтобы получить бесплатную неотложную помощь, я должен был потерять сознание, лишиться какой-либо части тела и истекать кровью. А то, что я с невыносимой болью в горле самостоятельно добрался до больницы – моя собственная прихоть. По мнению министра, можно было потерпеть еще сутки до приема у семейного врача. Вы решили в воскресенье, что вы хотите получить амбулаторную помощь? Да. Через несколько часов вы бы пойти к семейному врачу, получили бы помощь. Это вам обошлось один вак? Это неотложенная помощь, если вы потеряли сознание, сильное кровотечение, ну что-то угроза, там не можете дышать. Но есть неотложенные ситуации, которые описаны в министре кабинетноты. Но тогда все, если будут какие-то жалобы, пойдут в больницу, и как мы можем это обеспечить? Оказывается, то, что нас не убивает, делает нас беднее. В больнице слова министра подтвердили. По сути, во всем я оказался виноват сам. Если пациенты, которые обращаются к нам без направления, и после осмотра врача констатировано, что там нет никакой ситуации, которая опасна для жизни, да, и человек болеет не первый день, и как альтернативный вариант он мог в течение 5-6 дней обратиться к своему семейному врачу, либо к какому-то необходимому специалисту в поликлинике, в таких случаях все оказанные услуги, они рассматриваются как платные, то есть по платному прескуранту, который принят в нашей больнице. Чтобы избежать подобной ситуации, сперва лучше всего позвонить по бесплатному информационному телефону 8-3-0-12-34. Эта телефонная линия работает уже с 2002 года. Позвонив по этому номеру, можно узнать, какие медицинские услуги оплачиваются государством, информацию о взносах пациента и о категориях лиц, освобожденных от этих взносов. Либо, если необходимы советы фельдшера, можно позвонить на консультативный телефон семейного врача 6-6-0-1-6-0-0-1. Звонки принимаются в рабочие дни с 17.00 до 8.00, а в выходные и праздничные дни весь день.